На этой неделе в Чебоксарах проходит 10-й международный кинофестиваль. Сегодня у нас в гостях программный директор кинофестиваля Сергей Лаврентьев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько всего будет конкурсных программ и какие работы будут у них представлены? Конкурса два, как обычно, было всегда. Основной конкурс и конкурс этнического и регионального кино. Кроме того, будут показаны фильмы в такой новой программе подарки членов жюри, когда каждый из членов жюри покажет картину, которую он либо снимал, либо снимался в ней, либо продюсировал, в зависимости от профессии. Будут показы для детей, будут показы документального кино, в общем, все как обычно. И, в общем, как-то очень программа такая серьезная, как и подобает программе 10-го юбилейного кинофестиваля. А чем юбилейный кинофестиваль будет отличаться от предыдущих? Ну, как всегда, фильмами, прежде всего, потому что фильмы будут другие абсолютно. И вот какой-то такой насыщенностью программ Душевыча будет большая ретроспектива Андреона Кончаловского к его 80-летию. И вот не названная мною в числе программ. И будут творческие встречи с Зинаидой Кириенко, с Леонидой Кореневой, с Владимиром Новиковым. И во время вот этих самых подарков члены жюри будут не просто дарить фильмы, но и сами их представлять, и рассказывать о том, как они были сделаны. И это все, конечно, будет способствовать тому пониманию слова «фестиваль», который, в общем, включает в себя и такое значение, как праздник. Вот праздник кино, он и будет таковым снова. Расскажите немного об этих творческих встречах. Ну, это о творческих встречах. Как творческие встречи, о них можно говорить после того, как они состоятся, потому что придет знаменитый артист. Сколько их планируется? Их планируется три. Три творческих встречи. Это если не исключить из этих самых количеств этих встреч, вот те встречи, которые будут в рамках программы подарки членам жюри. Потому что это тоже будут творческие встречи с членами жюри, которые будут не по поводу программы фестиваля, потому что жюри не имеет права ничего говорить о программе фестиваля, пока фестиваль идет. А это будут встречи, касающиеся тех фильмов, которые будут представлены. Так что три встречи с артистами, которые в фестивале не заняты в программе, и вот сколько, пять-шесть встреч, на которых будут члены жюри, председатели жюри, обеих жюри будут показывать свои картины. А как отбирались эти картины для кинофестиваля? Ну, как, вот тем человеком, который вы видите перед собой. Я смотрю очень много фильмов по роду своей деятельности, и зная фестиваль, которым я уже девять лет занимаюсь, этот я отбираю из просмотренного то, что, как мне предполагается, будет интересно посмотреть Чебоксарскими зрителями. Ну, тут еще надо сказать, вот что, ведь сейчас прокат устроен наш так, что отечественное кино наше сложно увидеть на экране. На экране-то вообще практически невозможно за пределами Москвы и Петербурга. А вот сейчас-то и на дисках не выходит ничего, и по телевизору не показывается. Ну, в интернете почему можно посмотреть? Можно, да, но это вот иногда вдруг что-то появляется, а что-то нет. И ты никогда не знаешь, появится это или не появится. Нужно, чтобы реклама была хорошей. Конечно. А так как реклама стоит денег, а денег нет на рекламу, нет у создателей отечественных картин, то вот они как-то снимаются, выходят, и некоторые картины неплохие, и теряются. И поэтому наш фестиваль как раз это вот чуть ли не единственная возможность нормально прийти в кинозал и посмотреть кино. Расскажите немного о составе жюри. Значит, два жюри. Жюри этнического и регионального конкурса будет возглавлять такой золотой классик советского кино Хаджикуллин Орлеев, такой самый популярный туркмен на всем земном шаре, сделавший очень много действительно очень хороших картин. Одну из которых он покажет. И в этой картине снималась его великолепная жена, замечательная народная артистка Советского Союза Майя Газель Аймедова, которая тоже будет членом жюри. И третьим членом регионального жюри будет Степан Бурнашев. Это такой вот человек, обычно у фестиваля у всех есть такие вот режиссеры, которых они выращивают в фестивале. Вот они открывают его, потом следующую картину опять показывают, а потом вот он член жюри. Вот это то же самое было с Бурнашем. Сначала он участвовал в этническом конкурсе, в прошлом году его картина была в Большом конкурсе, в этом году он член жюри. Что касается жюри Большого, то его возглавляет Марк Григорьевич Руденштейн, человек, который придумал все фестивали в России. Значит, он человек, который создал Кинотавр, главный национальный фестиваль, и который просто вот все, что происходит на всех фестивалях в России, все придумал он давно, 25 лет назад. Кроме того, Галина Бакашевская, прекрасная, замечательная артистка, которая сыграла вообще лучшую женскую роль в постсоветском кинофильме «Тоталитарный роман», который будет показан в этой серии подарки членов жюри, и здесь творческая встреча с Галей будет там. Кроме того, композитор Юрий Патиенко, который написал музыку ко всем шлягерам последних лет, российских абсолютно везде его музыка. Продюсер Дмитрий Перкулов, который в прошлом году был лауреатом фестиваля за картину «Охрана», а в этом году он представит фильм, на котором будет открываться фестиваль «Фильм чудо», уже давнюю свою картину, сделанную режиссером Александром Прошкиным. И киновед из Венгрии Иван Форгач, совершенно русист, такой человек, который говорит по-русски так же, как мы с вами, вот он тоже будет в составе жюри большого конкурса. Пять членов большого жюри и три по-региональному. А как можно будет попасть на кинопоказы и на творческие встречи? Нужно будет как-то записываться заранее? Да, это да, на кинопоказы надо будет обращаться в дирекцию кинофестиваля. Я думаю, что это все уже как-то, уже там 10 лет, уже все знают об этом. Вся эта процедура разработана, она такая же, как и была во время прошлых фестивалей, в прошлые годы. А творческие встречи, вот эти три творческие встречи с Зинаидой Кириенко, Еленой Кореневой и Владимиром Новиком, вроде бы там платные, это мероприятие. А показы фестивальные все, все бесплатные. На каких площадках в этом году будет проходить кинофестиваль? Их что-то так много, что просто даже ум у него и непостижимо. Ну, главная площадка кинотеатра «Севсполь», который, слава богу, сохранился, все-таки сохраняется как кинотеатр. Я очень просил в прошлом году Михаила Васильевича, чтобы сохранили все-таки этот кинотеатр, потому что он такой хороший. И там большой экран замечательный. Мы недавно там были, там подготовка вовсю идет. Вот, вот, вот. Это главное. Там будут основные, там будет смотреть жюри, значит, там будут творческие встречи. Не некоторые, не все. Ну, вот эти подарки члену жюри все будут в большом зале. Коренева, по-моему, тоже будет там. Кириенко, по-моему, в театре. И, кроме того, все, значит, мультиплексы, и «Синема-5», и «Дри Пингвина», и «Киногалактика» в «Каскаде», и еще где-то в Новочебоксарске. Кроме того, будут творческие встречи. И по Чувашии, как обычно это бывает, на всех фестивалях это было. И в этом году тоже это будет происходить. То есть, это будет такой охват кинематографом. Ну, в общем, каждый человек, который захочет посмотреть, сможет это осуществить. И тематика в кинофестивале в этом году какая? Она, в общем, как всегда. И тут вот как раз очень важный вопрос, потому что когда-то давно, когда этот фестиваль начинался, как фестиваль кинематографа «Малых народов», тогда это называлось, то как-то все думали, ну, это просто такая фишка, ну что, тогда не было никакого кинематографа в Чувашии, в Башкортостане, в Татарстане, в Якутии, в Бурете, ничего не было. А сейчас это самое интересное, что есть в российском кинематографе. Сейчас уже зарубежные фестивали хотят показывать такое кино. Вот в этом году в Берлине, в Берлинском фестивале были якутские картины. Якутские картины были в Пусане, в Южной Корее. То есть, все хотят это показывать. Когда мы это начинали когда-то давно, то все говорили, ну что это, непонятно что. А теперь вот все, все, все очень страшно захотели. И далеко не все помнят, что начиналось это здесь, в Чебоксарах. И вот надо, самое главное, всюду во всех материалах указывать, что мы, ребята, это начали когда-то. Когда вы, никто, об этом даже понятия не имели. А мы уже вот думали. Спасибо большое за интересную беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Лаврентьев. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok